Болгарский перец Это Федор Степаненко, театр граммы имени Горького. Привет! Привет, кулинарию! Я в рифму, чтобы в Болгарии кулинария. Болгария кулинария? А, я, я, ну да. Ничего страшного. Федь, у нас с тобой сегодня задача вот какая. В связи с тем, что в рамках российско-болгарских взаимоотношений болгарский перец этот у нас последний, в рамках болгарской тематики. Я на закуску. Вот, ты, конечно, у нас на закуску, на самое сладенькое, вкусненькое. Поэтому мы сегодня будем демонстрировать нашим телезрителям, что болгарская и российская кухня могут дружить на столах любых граждан, болгарских, российских, кого угодно. Поэтому готовим сегодня традиционный болгарский суп, холодный, таратор. И готовим российское, национальное, русское блюдо. Курник. Прекрасно. Печь будем. Прекрасно. Вот, поэтому начнем, я думаю, что с курника, потому что он дольше, да, будет запекаться пока в духовке, а пока он печется, будем делать таратор. Займись, пожалуйста, мясом, как мужчина. Да, это я уже слышал неоднократно, друзья. Да, а я займусь тестом. У нас, я так понимаю, будет курник с птицей. Да, курник с курицей, что... Да, ты мне говори, как резать, потому что я, на самом деле, всегда в самое максимальное время провожу на кухне, дома, вот. И для меня готовить одно удовольствие, потому что, потому что я люблю готовить. Поэтому ты мне скажи, насколько крупно, мелко, среднее. Резать средним кубиком. Ребята, самое главное на кухне – это нож и высота рабочей поверхности. У меня дома выше, но здесь Кембридж. Здесь все по-английски, все очень красиво, поэтому готовить невероятно удобно. Прекрасно, что Федору невероятно удобно в Кембридж-кафе. Кембридж-кафе – открытая кухня, острота ощущений. Итак, ты готовишь дома. Да. Когда ты был в Болгарии, привез ли ты оттуда какие-то рецепты, которые ты теперь готовишь дома? Да, я привез несколько рецептов, я их не скажу. Нет, на самом деле, болгарская кухня на чем-то похожа, на нашу русскую. И огромное многообразие, и есть какие-то отдельные ингредиенты, которые являются именно болгарским. Ну, допустим, шарена соль, которую я сегодня специально купил, принес от меня такой презент, раз уж последняя программа. Вот. И соль такую можно приготовить дома совершенно спокойно. Она также есть и в кухне других народов. Вот. Там просто добавляется определенный набор трав, специй. Ну, то есть там соль и специи. Соль и специи. Шарена соль, жареная соль, она еще немножко подкопченная такая, поэтому она дает свой флер такой, скажем, да? Угу. Хороший. Кстати, вот я тебе говорил, пока мы не начали программу, за неделю в Болгарии нигде никто ни разу не предложил мне таратор. Это удивительно, потому что все люди, кто были в Болгарии, говорят, что это прям вот традиционный, национальный такой суп, который в каждой семье. Да. Но в ресторане была, естественно, эта история. Мы шикарно проводили время, мы приезжали на гастроли, мы работали, нас встречали, мы возили пьесу болгарского, болгарского, га-же драматурга Христа Бойчева, полковник Птица. И нам было лестно для болгар играть болгарскую историю, совершенно замечательно. Понимали, хорошо? Хорошо, ты знаешь, хорошо. Там же все, мы же побратимы, мы же в советское время все дружили. И у меня, кстати, в детстве был хороший друг строителя, его звали Тодор. А Тодор по-болгарски... Федор? Федор, логично. То есть, к тезке практически. К тезке, да. И когда я зашел к нему домой, а он же ездил туда-сюда, то в Советский Союз, то в Болгарию, я захожу, у него стоит такая тарелка, и там иностранные, в иностранных фантиках конфеты и жвачки. И он, знаешь, так легко говорит, угощайся. Сколько тебе было тогда? Да я не помню, ну лет, может быть, 10. И неудобно. И я помню, что пока никого не было, я взял вот так одну, начал есть опарочку в карман. Хотя все было, естественно, открыто, но вот такое было вот воспитание. Вот, что касается... А, и мы заходим в ресторан, а у них какая-то странная система, у них бар работает, условно, до 10 вечера, а кушать можно, пожалуйста. Вот, и мы заходим, а как вы помните, дорогие друзья, у нас да, это да, а нет, это нет. А у них да, это вот так, а нет, это вот так. Мы заходим в бар, а уже обошли, наверное, ну штук 8 или 10 после спектакля, уставшая была в Софии. И... А до этого нам все время говорили, можно поесть, а не такие прям, то есть нет. Мы такие, да что ж такое. Хотели, 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 и зашли. И уже настолько устали, хотели есть, что заходим, присаживаемся, заходит болгарин, отдает нам меню, и мы говорим, а покушать-то можно? Он такой привыкнул. Мы такие, ну слава богу, в 10-м ресторане можем поесть. И когда ничто не происходит, мы говорим на английском, на полурусском, мы говорим, слушайте, а как? Он такой говорит, так, кухня же не работает. И это было очень весело, очень смешно. Но мы все-таки нашли еду. Поели все-таки, голодные не остались. В китайском ресторане. В Болгарии, в китайском ресторане. В Болгарии, в китайском ресторане. И кисломляка, конечно же, кисломляка, они запрещают, даже в Турцию вывозить кораллы запрещали, да, вы помните, все, кто отдыхал в Турции, и сейчас уже не отдыхают в Турции, а ездят на российско-крымское побережье, друзья. Вот, поэтому также нельзя, нельзя вывозить из Болгарии, нельзя вывозить кисломляка. Подсажаешь, как у тебя красиво получается. Да. Смотри, вот такая консистенция, да? Прекрасно. Я тебя попрошу, единственное, сложить ее обратно, пока временно, в такую мисочку. И нарезать картофель, потому что первым слоем мы в курник все-таки положим картофель. Смотри, точно, да, потому что оно ужарится и упарится и в пол раза станет меньше. То есть его будет много, ты видишь, у нас жаровинка не особо большая, то есть мы плотненько все уложим. И в Болгарии меня поразило, мы идем по Софии гуляем, и я смотрю, маленькая-маленькая, я очень люблю путешествовать, маленькая-маленькая конторочка такая, знаешь, такая малюченькая совершенно. И написано сейл авиабилетов, причем такой, видимо, не сезонный, а просто сейл авиабилетов. И написано, что, допустим, Рим, Испания, еще какой-то, у Франции, по-моему, билет на самолет из Софии 40 евро. Это по тем деньгам? Это какой год? Нет, это не по тем деньгам, это просто сам факт того, что, ну, это совершенно недорого, совершенно недорого, и меня это так порадовало, что я не хотел оттуда улетать. Что запомнилось из-за человеческих взаимоотношений? Потому что по-разному все говорят, что вроде там политика это одно, люди это другое, что есть разница в общении. Они очень гостеприимные, они очень классные, они очень любят русских. Мы показывали спектакль, и действительно, я надеюсь, вы смотрели, полковник Птица, на сегодняшний день он немного заморожен, у нас находится в стадии, мы остановили показ этого спектакля. Вот. Они все время нас привечали, они все время, мы поднимали бокалы и все время они такие, на здоровье, или за здоровье, я что-то еще не помню. Они очень общительные. Я моему другу, коллеге Виталику Жигалин, тут же договорился с какими-то нашими друзьями, вновь приобретенными, и он на освещение поехал на рыбалку. Да. Отлично. Вот. Потом еще какие-то... Они приготовили фуршет, то есть мы сначала поужинали, потом они нас пригласили в какой-то невероятно красивый старинный дом, и это был дом, ну, какой-то, то есть не частный дом, а какая-то организация связанная с театром, ну, типа нашего СТД, наверное. Ребята, они накрыли такой стол еды, на одном были какие-то закуски, они все готовили сами, на втором были какие-то уже более серьезные блюда и отдельный стол алкоголя. Такое ощущение... Это туда сразу, да, полтеатра ломанулось? Да к нас немного было, не, мы в плане люди воспитанные, да, не, мы, конечно, веселились, отдыхали, придумали какую-то программу, много было фотографий, вот. Но они даже принесли свою... Я не помню, как у них называется алкогольная... Я не подготовилась, я забыл. Как-то называется, я забыл. Ну, похоже на наш русский самогон, но более ядреный. И помню, что мы с моим другом, коллегой, кумом, крестом моего сына, с Владимиром Васильевичем Саприкиным... Который, кстати, тоже был в программе в Болгарский перец, буквально недавно. Я лицезрел, волшебные усы, вот. Мы просыпаемся в номере и смотрю, стоит пластиковая двухклитровая бутылка. Я говорю, Володя, что это? Он говорит, а ты не помнишь? Я говорю, напомни мне. Он говорит, мы уходили, взяли с... Ну, был посошок, была стременная, была какая-то финальная, была какая-то... Ужасное количество было как бы последних, вот. И мы с тобой взяли на дорогу, а там идти буквально метров там 500 километров. То есть, два литра на дорогу. Это мы привезли это домой, это пить невозможно. Она какая-то своя, народная, и я люблю равно как и кухню, так и крепкие, и разные алкогольные напитки, вот. Но, естественно, что должно быть все красиво. Вот. И она стояла у меня дома, и исключительно... Федя, а это что? Я говорю, мы были в Болгарии, и поэтому чуть-чуть, потому что она очень была мощная, очень... Она как 90 градусов, как вот российский русский самолет? Да, я думаю, да. Но, естественно, там были какие-то... Ну, лавируется любой другой напиток, равно как и какое-нибудь... Какое-то блюдо. Вот. Но невероятно гостеприименные. Они были счастливы, что мы приехали. Они и взрослые, они вот... Ну, Россия, Советский Союз, да, это же такая мощь, такая история. И они были счастливы пообщаться, поговорить. После спектакля зрители собирались и задавали вопросы артистам, делали фотографии. То есть был... Ну, мы как бы приехали, как будто мы там постоянно бываем. Это потрясающе совершенно. Замечательно. Что с собой, кроме соли, привез? Что еще вот такое истинно болгарское, что обязательно нужно привезти с собой из этой страны? Ну, ты знаешь, я люблю привозить... Я люблю, правда, привозить местный алкоголь. Во-первых, я всегда исключительно знакомлюсь с местными блюдами и всегда стараюсь что-то... Попробовать максимально все. Будь то Италия, будь то Франция, в данном случае Болгария, да? Так, тебе сюда. Да, мы засыпаем картошку в курник. Я думаю, что даже чуть-чуть у нас останется. Давай сделаем его с горой. Курник с горой? Курник с горой. Если финалить, то так, знаешь, мощно, чтобы по швам расходилось тесто. Так, единственное, я тебя попрошу все-таки открыть твою приправу, эту волшебную. Обязательно. Сейчас у нас тут. И сказать, как ей пользоваться. Очень просто. Потому что если она вместе с солью, значит, солить отдельно не нужно. Нет, просто солить и все. А, кстати, может быть, нам надо было птицу перемешать вместе с картошкой, чтобы... Нет, птицу мы уложим сверху. Как скажешь. Приправку? Город Пазарджик. Какой-то маленький совершенно. Они все такие уютные. Они все такие чистые. Они все такие классные. А мы еще поехали на 9 мая на праздник. И... Ну, великий праздник, да. И они тоже его праздновали. И у них был первый канал в гостинице. Вот. Было очень здорово. Они такие... Ну, они... Они суперские. Они с утра до вечера сидят, отдыхают, кушают. Все эти шопские салаты. Работают? Работают. Но там, на самом деле, ты знаешь, на самом деле, насколько я слышал, с работы это там не совсем удобно. А подожди, давай расскажем. Мы сделали... Раскатали... Раскатали тесто. Я делаю, ты рассказываешь. Да-да-да. Ты у меня. Сегодня у нас в программе болгарский перец. Замечательная моя подруга. Мариана Мирная. Она готовит курицу. И дырочку. Дырочку обязательно. Дырочка должна быть. Дырочка должна быть для того, чтобы тесто, когда будет подниматься от температуры, оно не вырастало вот такой горкой над пирогом, чтобы лишний воздух выпаривался. А у нас нет никакого конкурса в передаче? Уже закончился конкурс, потому что программа в рамках болгарских взаимоотношений у нас сегодня... Но на этом наши болгарские и русские отношения не заканчиваются. Не заканчиваются, конечно. Слушай, я имел честь быть знакомым. Приезжал в Самару шеф-повар. У него две мишленовские звезды. Долгая история, но когда он нам раскрыл один секрет, потому что мы угощали его русской ухой по-царски, различные дорогие сорта рыб, да, и подавали с растягаем. Ребята, я раскрываю секрет, я не знаю, можно ли, прошло огромное количество времени. Наверное, можно. И когда ему принесли растягай с рыбой, там была дырочка. И он и себя спросил, а зачем дырочка? Что вы ему ответили? Уха душистая, пряная, красивая, горячая. И растягай маленький с дырочкой. Вот берешь ушицу, наливаешь в дырочку. Вот так? Да. Фарш, начинка становится теплая и немножко размокает. И получается, что ты ешь что-то невероятно нежное. И вот когда мы поделились, ну, то есть, мои друзья, кто, рестораторы. И потом он сказал, говорит, тогда у меня к вам тоже будет один секрет, я вам расскажу. Они ушли на кухню, и что-то было уже, я не знаю. Итак, друзья, секрет от повара был раскрыт, но мы его не знаем. Наш секрет, это дырочка в пироге, куда вы можете, например, наливать куриный бульон, раз уж у нас курник. Вообще никаких проблем. Вот, и как раз этот курник у нас отправляется в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов, чтобы он хорошенечко запекся. А мы в это время начинаем делать таратор. Итак, друзья, курник в духовке, а мы приступаем к приготовлению традиционного болгарского холодного супа таратор. Итак, у нас есть огурцы, есть зелень, есть чеснок, есть, ну, не кисломляка, конечно, которое нельзя вывозить из Болгарии, но у нас есть кефир. И ничем не хуже. Я хочу сказать, что вот буквально несколько минут назад мы с Марианной чуть ли не подрались, потому что Марианна говорит, буду я на крупной терке все тереть. Да, я планировала тереть. Ребята, нет, нет, такого нельзя делать, потому что все сразу превратится в сок, превратится в кашу и будет не очень вкусно. Поэтому мелко, 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 мелко режем. Вот, мелкими такими кубиками. Ну, вообще, на самом деле, ты же знаешь, да, терратор – это практически как любой другой холодный суп из молочного продукта, будь то кефир или кумыс или в данном случае кисломляка, да, вот. Это в любой стране, где жарко, где тепло. У нас это окрошка. Ну, у нас все-таки окрошка, она как-то посытнее, да, у нас там и картошечка, и колбасонька, все там как-то это… Как-то нежно, и колбасонька. Колбасонька, да. И колбасонька. Вот. И знаете, на самом деле, я подготовился, перевод-то, оратор – это дословно «в кислом молоке мелко нарезанные овощи и травы». Хорошо, убедил. Нет, так это… Федор меня убедил, поэтому мы не трем, а режем. Мы не трем, а режем. Были бы 90-е, как бы у нас контингент людей бы еще другой присоединился к просмотру, да. Вот. Мы не трем, а режем. И разговариваем. Давно не виделись. Вот, смотрите. Это же, если не ошибаюсь, что-то восточное, тюркское в этом есть. Изначально это блюдо было. Вот. И поэтому есть масса блюд похожих, да, в данном случае, на таратор. Слушай, вот почему… В Греции говорят, что в Греции таратор есть, только он называется цацики. Ты знаешь, что такое цацики. Ну, да, конечно. Но цацики – это соус, поэтому такой густой таратор. Говори. Почему не возникает никаких… все-таки молоко с огурцами, но не возникает никаких пищевых отравлений и неприятностей, потому что молоко кислое, кислое… Потому что с любовью сделано. Потому что с любовью. Вот, друзья мои, самый главный рецепт и ингредиент приготовления любого блюда. Делайте его с любовью, и тогда оно получится вкусным, полезным, и никаких пищевых неприятностей у вас не будет. Это вот, между прочим, от Федора Степаненко рецепт. Ну, я… Это даже не от меня. Про гурцы с молоком… Про гурцы с молоком – это ты сама. Обязательно должны быть наточены ножи. Обязательно должна быть… Я всегда готовлю дома. Вот, я очень люблю это делать. И всегда все должно быть под рукой, как здесь, как сейчас удобно, здорово, круто. Вот. И потом мы нарезаем огромное количество травы, добавляем. Еще там можно было добавить грецкие орехи, но мы не стали совсем так заморачиваться, да. Чесночок, я думаю, мы туда еще тоже… А он даст свежести. Да, мелко порубим, чтобы… Он даст свежести. О, ты совсем мелко порезала, да? Ты мне сказал мелко резать, а мелко режу. А, это вот женская. Она всегда… Женщина, они всегда чуть помельче, а мужчина чуть-чуть, да, ну, сдерживать себя надо немножко. Вот. В Болгарии хорошо, вы знаете, это замечательно совершенно. А вы на море там купались? Я… Нет, мы недалеко были. Вот в Израиль, когда ездили, да, мы прям жили в Натании, на первой линии, в хорошем отеле. Вот. И мы на море купались как постоянно. Вот. Болгария, она гостеприимная, у них там социально, конечно, чуть-чуть похуже, чем у нас, да, и почему все, кто путешествует и заезжает в Болгарию, знают, что там есть некое такое представление Советского Союза, вот. Но они сами все очень добродушные, они никогда не разговаривают о том, что, ой, как плохо, правительство плохое, бла-бла-бла. Они как-то это стараются, ну, не педалируют на это. И мы заходим в один ресторанчик, и ни с того ни с сего почему-то заиграли «Подмосковные вечера». Все рассказывают вот об этой уникальности, что в Болгарии все слышали всегда русские песни, русскую музыку. Ну, они же, мы же все, мы же все, это сам, я возьму эту тарелочку, Конечно. Замечательно, железная тарелка такая. Друзья, всегда хорошо, когда на кухне есть салфетки или полотенца для рук. Не надо ничего мыть, не надо ничего, это надо протирать. Давай, ты свое делаешь, а я свою. А потом будем в эти порционные наливать. А потом, не надо, зачем, в эти порционные, мы же люди гостеприимные, мы все как у нас. То есть, из железной миски ты предлагаешь нам сегодня суп хлебать? Знаешь, есть новый ингредиент, немножко вкус алюминия добавить. Чуть-чуть вкус алюминия добавит наш инвестратор. Так, на тебе лук, ты любишь плакать, я знаю. Кстати, на сцене очень тяжело плакать. Да ладно? Да, я могу сказать честно, абсолютно, у меня, когда я, когда я получил первую роль в нашем замечательном драматическом театре, там был такой момент, когда мне нужно было плакать. А что это было за роль напомнения? Это первая роль в спектакле под названием «Лошадь в обмороке». Я играл сына, и у сына была такая, ну, он был в каком-то таком возрасте критическом, переживал все, и ко всему относился, ну, нервная такая, нервный мальчишка такой, и любовная интрига там какая-то, да, вот, и мне нужно было заплакать. И я больше всего переживал, что когда я показывал свою работу перед тем, как выйти на сцену, художественный руководитель театра, на данном случае, тогда был Вячеслав Васильевич Гвоздков, я имею в виду, он и сейчас, только была другая у него должность. Вот, я думал, что вот он скажет, я, нет, это все плохо, ты не плачешь. Не верю. Ну, вот, ты плохо плачешь, и поэтому, ну, нет, слава богу, эмоционально было наполнено, а вот, есть люди, которые легко могут заплакать. Говорят, Сергей Безруков, коллега по цеху, может совершенно спокойно, да, хоть левым глазом, хоть правым. Даже разными глазами. Разными глазами, причем, даже можешь посмотреть на человека, у него из глаз может потечь слеза. Мне кажется, Сергей Безруков может посмотреть на березов, из березы потечет слеза. И сам превратиться в березы и давать березовый сок. Либо по вечерам более крепкие напитки на бруньках настольные. Друзья, мы красиво режем, главное, уже хорошее летнее настроение. Я, кстати, сам сейчас спущусь вниз. Половиночку, может быть, вы все-таки мне. А я вам сейчас руками отгребу. Вот. Я, кстати, сегодня тоже планировал делать ну не Таратор, а нашу окрошку. Потому что... А вот ты, вот, кстати, ты вот если окрошку делаешь, ты ее делаешь на чем? На квасе, на кефире? А я окрошку вообще... Или на айране? Я окрошку вообще ем салатом, если честно, потому что... Вот оно, вот оно, другое поколение, друзья мои. Поколение выбирающее окрошку, как салат оливье. Да, для меня странное сочетание. Так, что, чеснок? Давай, да, чеснок. Смотри, как надо. Ты хоть раз видела, как надо делать чеснок? Вот так. Ножом, да. Сделай мне тоже, пожалуйста, потому что у меня селенок, я боюсь, не хватит. Ну как, человек, который слепил тесто для курника, у него не хватит селенок? Ну, я тебе не верю. Вот. Поэтому, конечно, хорошо. Особенно, особенно, если это на природе. Мы с моим коллегой, с Владимиром Николаевичем Суховым поехали на рыбалку, и что-то не задалась у нас рыбалка, потому что комарья было жуткое количество. А мне, супруга, с которой мы тоже работаем в нашем драматическом театре, она в театре Надежда Попова, а так она Надежда Степаненко, она все-таки приготовила окрошку и говорит, вот вам, чтобы покушать. И мы плюнули на эту рыбалку, потому что не получалось ничего. И поехали, я был за рулем, и Вовка говорит, слушай, ты говорил про окрошку, там что-то, наверное, вкусное. И чертова рыбалка, но в машине кондиционер, мы с туисками, с тарелочками, айранчика, водички, и вот мы с ним на обочине, и имеем честь кушать и наслаждаться замечательной окрошкой, которую приготовила моя жена. Прекрасно. И я к тому, что если вы даже куда-то уезжаете, на воздух или в загородный дом, вот, всегда будьте любезны, можно это сделать и прекрасно провести время. Слушай, ну у нас практически с тобой, с таратуром-то все готово. А это тоже на две части, да? Ну ты себе одну чесночинку кинул. А, я уже кинул, да? Мне тоже будет добр. Я завелся, я завелся. Мне кажется, Федору сейчас можно дать все, что угодно, он порежет все, что есть. Я могу, да, 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 да. В кафе Кембридж, в принципе, накормит потом посетителей. Чеснок. Так, солить чуть-чуть, да, немножечко. Опять же, шарина, соль. Чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик. Итак, наливаем наше кисло-мляко или на российской территории все-таки кефир. Сколько лить тебе достаточно? Ты жидкие супы любишь? Жидкие супы, я немножко так вздрогнул сейчас. Я, на самом деле, хотел тебя спросить, а есть ли минеральная вода, которую мы можем разбавить? Я думаю, что найдем. Ну, как бы, кефира достаточно? Кефира достаточно. Это, друзья, это вы, на самом деле, как вы любите, потому что айран дает такую, допустим, ну, как это называется? Ядренность. Ядренность, так вот, да, тоже можно разбавить, да. Но кефир я делал раньше, я делал лимонную кислоту, разбавлял ее водой, и чуть-чуть добавлял кислости и разжиженности такой. Ребята, это супер, это супер. Я правда говорю, потому что... Пробовать будешь? Да, конечно, но надо же размешать соль, это же шарина соли, это же болгарские все дела. Итак, Федор размешивает соль в своей железной такой большой тарелке. Болгарской миске. Болгарской миске, да. Мы с вами ждем, друзья, пока доготавливается курник, и после этого накрываем на стол. Друзья, наш комплексный русско-болгарский обед готов. Федор уже снимает пробу, рассказывай, как тебе наш таратор. Слушайте, супер, я об этом сегодня говорил, всю передачу. Прекрасный суп, и я думаю, что все-таки свежесть и легкость это замечательно, но как бы основательной еды тоже можно. Никто никогда не отменял. Да, никто не отменял. Поэтому у нас есть великолепный курник, который, посмотрите, как подрумянился, какой красивый. Можно смазать его яичком, да, желтком или яйцом в целом. Обязательно. Федь, спасибо тебе огромное, что пришел. Замечательный комплексный российско-болгарский обед у нас с тобой получился. А с вами, друзья, мы не прощаемся. Обязательно увидимся на телеканале Самара Гис. Готовьте вкусно, готовьте полезно. Не забывайте о блюдах болгарской кухни. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Мы благодарим за сотрудничество ресторанный холдинг Милимон Фэмили и Кембридж Кафе. Кембридж – английское кафе с по-настоящему открытой кухней, аутентичным интерьером и поистине вкусными блюдами. Здесь можно попробовать блюда, созданные по рецептам Джеймса Оливера и Гордона Рамзи. Кембридж Кафе – открытая кухня, острота ощущений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова